Всем привет! Спросите меня, да, Диана, почему ты как бы сидишь на улице? Ладно, меня не спросите. Во-первых, сегодня хорошая погода, задолго за последнее время светит солнышко, тёпленько, правда гремит опять. Вот. Я сегодня для себя решила, что я буду ответственной. Что я встану в 10 часов, приготовлю на всех завтрак, сниму для вас быстренько видео, чтобы опубликовать его сегодня. Ну, в итоге видео, походу, будет завтра. В итоге я, как всегда, всё проспала. Вот. И, в принципе, как всегда. Во-первых, мне пришёл новый попыт. Вот он пришёл ещё давно. Но я показываю вам только сегодня. Ещё есть такой единорожка, но Лиля мне его не даёт. Вот. У меня на руках собака. Что-то там важное у неё на лапе. Пипец, да, конечно. Вот там сидит собачка. Собачка. Пальмира. Пальмира. Пальмиру перегородила. Пальмир, привет. Привет. Короче, ответственность это не моё, я так поняла. И знаете, что я пойду вам очень классное что-то покажу. Часи. Давай. Двигай. Помните, я вам рассказывала? Во-первых, во-первых, важная информация. Нас опять вчера начало топить. Вот я сейчас ставлю здесь видео. Ну, собственно, как. Нас опять затопило, начался град. Мы бегом накрывать крыши машины, чтобы не побило. Да, вот, собственно. Нас снимает? Ага. Да. Ну, мы спасли всё. Гараж не топит. Дубль два. Только мы убрали более-менее гараж, нас опять топит. Зато у нас есть уже насос. Правда весело? Ура! Да, Джесси, куда ты на Ванешиную штуку? Мы спасены. Мы понакрывали машины тряпочками, потому что, как бы, был град. Размером с крыжовник, да? Чуть дольше. Размером с черешью. Ну, с черешью у меня всё капец. Размером с черешью я только выздоровела. Вот. И опять всё намочилось. Но я уже переоделась, волосы были все мокрые. Вот. В принципе, всё да хорошо, зато насос спас. А так бы мы опять плавали. Хорошо всё, в принципе. Ну, в принципе, всё закончилось хорошо, без потерь, всё окей. Кстати, папа уже собрал две машины. Вот видео с одной машины. Тут что это? Короче говоря, одна машина уже собрана, она завелась. Но одна тормозная колодка, вернее, две сначала немножко поржавели, там прилипли друг к другу. Вот. Заклинило два колеса. Заклинило два колеса. Одно отклинило, а второе... Ну, вот одно отклинило, вот. Последствия. Должно быть так, а вот и так осталось. Угу. Ну, нормально. А второе долго не отклинило, пока не... Не протёрли, да. Поволосило. В принципе, да, серьёзно тут какие-то авоськи. Смотри, аккуратно, не острючие. Это корд называется. Нормально, не поцарапалось. Чуть-чуть дрифтанул. Ну, нормально, молоточком потом постучали, и хорошо. На колёса. Какой ужас. Только она поехала, и вчера поехала наша уже синенькая машинка. У неё немного проблемы с электрикой. Вот, но, в принципе, всё окей. Помните, я спасала траву? Так вот, мы её подсеяли вот сюда вот под качели, потому что здесь она всё время вытоптывалась весной, когда она должна была здесь прорастать. То есть, везде проросло, только вот тут под качели, и здесь не проросло. Короче, я спасала траву, и вот она тут участками повсходила. Вот, смотрите, вот это вот вообще всё. Вот, вот это всё, это новая травичка. Здесь, конечно, не так повсходила, но зато вот тут, где сейчас лежит Джесси, у меня вообще такой же лес, лес. Это круто. Посадили мы ещё вот тут. Вот, значит, тоже траву, видите, семена раскиданы. Потом посадили вот здесь вот траву. Тут она вообще растёт просто... Куда? Растёт просто сумасшедшими. Джесси! Темпами. Ну, уселась с жопой на траву. Сумасшедшими темпами. Позавчера это были маленькие вот такие вот, вот как здесь, такие маленькие вообще колосочки. А сегодня это уже вот такая вот полноценная трава, можно так сказать. Она ещё, правда, видите, только такими маленькими кусочками. Но вскоре она хорошо так разрастётся и будет вообще тут красота. Вот здесь вот на дорожке мы тоже, видите, посадили траву. Она тоже уже начала прорастать. Ой, тут надо не топтаться, поэтому я так хожу. Вот здесь получается. И смотрите, позапозавчера, или когда это было, вроде бы, да, мы засадили здесь с мамой всё травой. Тоже вот эта вся территория вся в траве. И знаете что? Если посмотреть вот так вот, я не знаю, видно ли сейчас под камерой, но смотрите, пойду туда поближе. И в некоторых участках трава уже взошла. Видите, такой маленький-маленький ёжик, а посадили мы её дня три назад. Вот, мы её хорошо, видимо, притоптали, хорошо поливалось, как видите, вон зелёные участки. Ну куда ты конячишься? Куда? Ой, ой-ой-ой. Упала. Ай, уйди с травы, Джесси. Ну, да, прости, прости. Всё, уходи. Моя собачка пришла ко мне. Я тебе подножку, да, сделала. Ну, прости. Короче, видите, это счастье, детенки. Бачите, это травычка. Интересно, что вот сейчас такая погода, а буквально несколько дней назад было вот это. Вот как, смотрите, с этого дерева вот я воровала черешню. Вот, смотрите, доспевшая черешня, уже красная. Что это? Вот это, это что? Это что? А-а-а, полный капут. Смотрите, это клубника. Она выросла на огороде. Она уже красная. Но я в курточке. Что это? Почему здесь уже спеет как бы клубника, а я в курточке? Что это? Как это вообще назвать, если клубника уже как бы вот, а я в курточке? Короче, я вам еще хочу похвастаться, несколько недель назад у нас появились электрические зубные щетки. Короче, смотрите, у нас тут все, все везде круто. Это, кстати, японские ультразвуковые щетки. Это самое главное. Вот, мы сохранили упаковки. Я хотела как раз снять, типа, такой прям честный обзор через неделю-две, как оно на самом деле работает, и так дальше. Это была моя упаковка от щетки. Они сильно не парятся насчет этой упаковки, вот, так как и над дизайном. Просто обычный, такой минималистичный дизайн. Кстати, щетки Хапика, вот, и шли, правда, долго, но это ничего. У меня специальная щетка для чувствительных десен, так как у меня десна очень чувствительные, и вот, моей старой щеткой, когда я очистила, я вот этими вот всеми зубчиками так раздирала себе десны, что это был просто какой-то капец. Я сплевывала с кровью, и это было ужасно. Очистить-то надо зубы, правильно? А с этой щеткой, видите, тут такие специальные щетинки, такие все маленькие, утипути, и у меня, получается, действительно десна так не разрывается, и я прочищаю прям возле десен. То же самое главное возле десен прочистить, правильно? А я до этого тупо не могла ничего сделать, там не чистить, потому что у меня очень болели десна. Вот. И знаете, кстати, что мне еще нравится в этих щетках? То, что у них максимально минималистичный дизайн, и не такой броский, как типа там всякие прорезиновенные штучки, там куча всяких штук, и в основном включатели находятся вот здесь на щетке, а здесь он вот тут снизу. И когда включается такой звук, вообще капец. Если вот так поставить палец, то он так вибрирует. Вот. Ну, действительно, очень хорошо работает. Вот я, честно, в шоке. У меня когда-то была электрощетка, но потом у меня закончился, ну, типа испортилась вот эта самонасадка, мы так и не купили ее, потому что она тоже была очень жесткая, но потом купили, она очень была жесткая, мне не понравилась. А это прям такая мягенькая, так что мне нравится. Дальше покажу Лилину. У Лили вот такая вот специальная детская, с такими пандочками. Здесь сами щетинки очень мягенькие, ну, короче, специальная детская. У Лили была вот такая упаковочка, с пандочкой, с пандивкой. Ну, вот. Лили тоже очень довольна, чистит утром и вечером. Ну, конечно, электрическая щетка, это круто. Тоже включатель здесь, с этой стороны. И другой звук по сравнению с моей, слушайте. И теперь моя. Разные. Это вам не это вообще-то. Вот. А у мамы с папой получается стандарт. И у них, кстати, такие щетки, которые специальными иолями, когда ты чистишь зубы, они вступают в реакцию с слюной. И потом можно, получается, чистить зубы без пасты даже. Это, мне кажется, очень удобные в дорогу щетки. И плюс здесь есть даже вот такие вот чехольчики. То есть они были упакованы просто вот в такую вот упаковку. Ну, японцы не парятся насчет упаковки. Они, главное, чтобы у них было качество хорошее, чтобы они хорошо работали. Тоже включатель здесь снизу. Это мамина. А это папина. Капец, да, лыщи. У них тоже совсем другой звук. То есть, если ты едешь куда-то в поездку, так, положил свою щетку. Даже можно пасту не брать. И все, и пошел сверху. Спокойненько. У меня, правда, нет такой штуки с ионами там всякими, но... Но... У меня зато не раздирает мои любимые десенки. Вот и реально до этого, до зубных электрических щеток, мы думали, что мы обычными щетками тоже хорошо чистим. Нет, совершенно не то. После электрических щеток, ну, после этих щеток, зубы становятся намного белее и такие гладенькие. Получается, так как они ультразвуковые, и они еще и убирают камень с зубов, то есть, у мамы и у меня. А вот там все время, получается, сзади передних зубов, не знаю, как у мамы, но у меня точно, всегда образуется такой черный-черный налет, и я только их очищаю у стоматолога. То есть, сама и вообще никак. Тут я, получается, сама его очищаю, оно как-то там откалывается, отпадает, и все. Вообще, я действительно заметила, что у всех какие-то зубы стали намного белее. Это просто, просто капец. Короче, все, я похвасталась, не нужно сейчас тоже чистить зубы. Я же сегодня ответственная, правильно? Встала в 10, пока покушала, ну, как в 10, ладно, в 11, пока покушала, пока то, покосила уже, вот, без 20 часа, я пришла чистить зубы. А, и, кстати, интересный факт. С этой щеткой я использую намного меньше зубной пасты, потому что она так ее вспенивает, эта зубная паста, что это просто невозможно, если ты набираешь много пасты. И, кстати, знаете, в чем еще прикол? Вот, на большие щетки, на обычные, мы привыкли, что нужно полностью эту щетку заполнить пастой. А здесь, получается, сама эта штучка маленькая, и, как раз правильно, максимальное количество пасты, которая здесь влезет, это и есть норма. А так как, вот, прям, для перфекциониста хочется заполнить полностью всю щетку, то, как бы, здесь перфекционисты радуются, и стоматологи тоже. Пока я чистила зубы, моя собачка ответственно меня ждала. Сейчас я тебе помою лапки. У нас на улице дождь, как бы, шикарно, да? Как бы, кто был в кривом роге или знает, мы сейчас временно здесь, вы понимаете, как для кривого рога летом вообще вот дождь для кривого рога это что-то, ого, типа, вау, дождь. А здесь просто дождь идет уже несколько недель, каждый день, это вообще просто шок. Летом в кривом роге всегда 30 градусов, очень-очень жарко, и дождь максимум, раз в месяц. А здесь так много его, это капец какой-то, уже уж устали от этого дожди. Короче, еще одно супер-пупер важное объявление. Вообще прям пипец. У меня в ухе выскочил прыщ, и он очень-очень болючий. Я просто не могла нормально спать, я привыкла спать на этом ухе. Оно так болит, что я даже вот так вот, когда к нему прикасаюсь, это больно. Вот тут вот он прям выскочил. И проблема в том, что этот прыщ подкожный, и то есть ему даже ничего не сделаешь, его даже не выдавишь. А кто знает, то подкожные прыщи прям всегда сильно-сильно болят. И оно просто сейчас так болит. Еще и мы с мамой прижгли только что его. Так вчера вечером мы его прижгли, чтобы он типа быстрее прошел. И вот только что. И он так болит, что это просто пипец. Я не знаю. Если вот у меня ухо распухнет, будет вот такое, это все из-за него. У меня оно так болит. Капец, вот этот прыщ, надо было ему выскочить, я не понимаю. Вот и что мне теперь с ним делать? Я же ничего не смогу с ним сделать, он боленит. Еще очень-очень важное заявление. Кто играет в Майнкрафт? Знает, что вчера вышла версия 1.17. Это просто полный капец. Во-первых, там появились козлы. Во-вторых, там появились аксолотли. В-третьих, там появились амитисты, там появились сталактиты. Я сейчас вам покажу, какая моя была первая реакция. Вернее, скрины, которые я заскринила, когда только мы зашли в Майнкрафт. Это просто сумасшедствие какое-то. Чтобы вы понимали, мы просто решили с Анитой, ну, кто знает Аниту, мы решили просто поиграть в Майнкрафт. Я такая, блин, а скоро же должно выйти обновление 1.17. Надо посмотреть, когда она выйдет. Гуглю. Такая. 0.08, 0.06. Думаю, это же сегодня. Угу. У нас ничего не обновилось. Оказывается, его нужно было самому обновлять. У Аниты типа Майнкрафт такой запрашивает ее аккаунт и перекидывает ее на страничку, где она закачивала на Microsoft Store, где она закачивала этот Майнкрафт. И я такая, типа, чё? Она нажимает там что-то обновить, закачать, и у нее обновляется версия. Я такая, ааа, мне тоже так надо. И в итоге мы вручную это все обновляли, потому что оно само по себе не обновляется. Это вообще интересная такая штука. Почему так? Ну, вот факт тот, что это так. Это как бы вот, вот здесь вот стоит Анита. Где? Сейчас. Вот. Вот стоит Анита, спавнит всякие цветочки. Мы накрафтили, накрафтили, наспавнили кучу козлов, поставили им вот эти вот специальные штуки, которые они якобы толкают. Стоит куча этих всяких козлов, вот эти вот всякие блоки. Это просто какое-то сумасшествие было. Вот, смотрите, вот это сталактит. Это я уже сама играла, понаходила эти сталактиты, просто кричала, как бешеная. Это вот такие аксососы, это аксолотыли. Вот, они плавают там в такой водичке. Это я, кстати, в пещере сама нашла. Я иду, а не там. Ну, это потом у меня немножко было сумасшествие. Вот, это я тоже обставила весь потолок этими цветочками. Вся деревня была тоже в цветочках. Но на этом, в принципе, все. Вот, я посводила куча аксолотелей. Вон, у меня там целая армия была. Вот, а в принципе, да, так все хорошо. Вот, маленький козел. Прекрасно, да? Вот, я иду.